Ура! Когда в них друзей с радостью встречали участников фестиваля в аэропорту, это было лишь день назад. Крупный международный фестиваль Fish Eye Улан-Удэ принимает впервые. Многие гости из Японии, Монголии, Китая, Кореи и российских регионов тоже ни разу не видели столицу Бурятии. А уже сегодня, пробыв здесь только один день, гости обещают, мы расскажем об этом событии всему миру. Сообщить о фестивале действительно будет нетрудно. Профессиональные операторы и режиссеры снимают фильмы, каждый для своей страны. То, что мы сейчас снимаем, то, что вы сейчас берете у нас интервью, это уже совсем скоро будет показано в Улан-Баторе. И, конечно, мы сделаем фильм, который покажем в Монголии. Мэр Улан-Удэ поприветствовал гостей и выразил уверенность, что мероприятие пройдет на высшем уровне. То, что вы, как телевизионщики, будете показывать сам фестиваль и показывать город Улан-Удэ, нас не может не радовать. Потому что мы, туристическая республика и позиционирование города Улан-Удэ в мире, как города прибытия в туристическую рекреационную зону, конечно, для нас очень важно. Поэтому я хотел бы поблагодарить всех прибывших, в том числе и за это. Сразу же после официальной встречи руководители телекомпании проследовали на площадь советов. Там уже шло приготовление к флэш-мобу под названием «Тысяча камер». В это время гости успевали делиться впечатлениями от визита в Улан-Удэ. «Мы приехали вчера, увидели город. Он очень не похож на Японию. Нам все так понравилось, все красиво». Площадь советов в 11 утра шумела и веселилась. А в это время в кабинете тихо и серьезно члены жюри международного фестиваля просматривали финальные работы конкурсантов. Напомним, на фестиваль поступило 3000 фильмов разных жанров и стилей. Лучших определяют профессионалы из пяти стран. Россию представляет Виктор Столбовский. Как признается режиссер, хотя и нужно отсматривать десятки картин, он ничуть не устает. Ему интересно. А порой даже не верится, что такой фильм могли снять любители. У меня какой здесь критерий? Я без перевода смотрю и все понимаю, да? И себе задаю вопрос, а дал бы я посмотреть своим детям такой фильм? Я думаю, да, они поняли бы все без перевода. Без перевода можно было понять и танец. Подарок участникам фестиваля. Тысячи камер в руках, как символы любительского кино. И флешмоб начинается. Участников кинофестиваля приветствовали сотни улануденцев. Над постановкой танца работали хореографы из Улан-Удэ и Иркутска. Сотни студентов поддерживали танцоров из двух регионов. А ТВ-ком вел прямую трансляцию события. Там, в принципе, все классно, все круто. Много народу задействовано было. Мне очень понравилось. Флешмоб – это лишь одно из мероприятий в рамках кинофестиваля «Рыбий глаз». ТВ-ком в прямом эфире сегодня покажет финальную церемонию награждения. Зрители ждет и красочный концерт. Будут выступать артисты от каждой делегации. Они привезли очень интересные творческие номера. И сегодня посмотрим. Итак, сегодня в 19.00 не пропустите прямую трансляцию из Русского драматического театра. 13-й международный кинофестиваль любительских фильмов «Рыбий глаз». Только для зрителей ТВ-кома. Евгения Панарина, Алдар Дармаев. Новости дня.